добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики что же начнем наверное вторую серию нашего мармезонского или как правильно марлезонского балета по ремонту обслуживанию и зарядки аккумуляторных батарей для грузового транспорта с клеммами я закончил работу вот одна климка 2 3 вот это вот огрызки которые я спилил и также запаял корпус получилось немножко кореньки но очень тяжело найти пластик который у которого который подходит по своим свойствам и у которого хорошие адгезия с корпусом на собирал кое-какие кусочки и с кусочков заплавил корпус залив электролит на месте электролит отстоялся и сейчас приступим к самому интересному это доливка воды по доливке воды значит также несколько нюансов о которых я вот как раз и хочу вам рассказать прежде прежде чем начать разговаривать про воду по просьбе подписчиков немножко расскажу про паяльник которым я пользуюсь вот такой паяльник это самодельный паяльник который я сделал сам вот такая свеча это спорт транзит паяльник работает от 12 вольт ручка от китайского паяльника который у меня благополучно через неделю сгорел вот так вот подключена центральный плюсовой проходит через ручку и ручку я занял эпоксидной смолой паяльник работает уже 4 на 4 3 4 года и у меня таких 21 побольше также со свечей один просто свеча с используют также иногда для плавки свинца просто и принципе за крик зарекомендовали они себя только с положительной стороны паяльник бывает выполняя какие кое-какие медницкие работы как говорится отскоки на все руки и паяльник молотит бывает по три по четыре часа не отключаясь единственное что подправилась немножко подправился изолятор в крайнем случае поменять его не проблема внутри высверлил строго поджало диаметром по диаметру жала но снизу зауживается поэтому немножко пришлось поработать сверлами нарезал резьбу вкрутил самое главное чтобы сам паяльник само жало не у него не было общения с воздухом с кислородом и тогда паяльник будет работать долго и счастливый если он все свою энергию будет отдавать на непосредственно молоток на этот на это жало то паяльник прослужит долго в качестве источника питания использую сам я сделал вот такой трансформатор с корпус от зарядного устройства этот трансформатор от бесперебойник от мощного бесперебойникова небольшие переделки и два питания значит одно питание на 14 вольт и второе питание на 17 вольт 14 вольт я паяю когда этим паяльником паяю какие-то мелкие детали основание для клемм под полюсные вода а большим напряжением уже когда нужно хорошо прогреть паяльник чтобы прогреть какую-то большую поверхность также стоит выключатель в любой момент когда нужно его можно отключить ну давайте теперь про воду значит смысл заливки и корректировки предельно прост чем меньше уровень электролита тем естественно выше плотность и чтобы нам выровнять вот нельзя я делаю вот такие карты плотности вот такие таблички чтобы исходя из этого уже регулировать доливку воды и здесь какой-то больше работает наверное интуиция и опыт чем какие-то вычисления потому что ориентировочно да я знаю что от 10 до 12 там литров электролита находится в батареях конкретного сколько в этой батареи я не знаю сколько в тюменской я тоже не сливал электролит и данных у меня нет сколько электро в барсе тоже сказать не могу поэтому ориентируясь только на собственное чутье и на примерные такие вычисления сразу хочу сказать что первоначально вот в эту батарею я буду заливать по 100 миллилитров первоначально по всей банке по всем банкам потом небольшой отстой замер плотности и в опережающей банке доливаем еще водички то же самое буду делать и с этой батареей и с этой батареей ну разница бывает 40 50 миллилитров на одну точку то есть отставание в одну точку на 50 миллилитров больше и не стоит бояться перелить воду ничего страшного не произойдет во время до заряда возможно начнут начнет электролит выходить через пробки через крышки откачайте миллилитров 40 50 и в этом состоянии оставьте пусть немножко водички будет побольше ничего страшного от этого не будет даже если на выходе плотность будет 127 это отличная плотность и при такой плотности вот большие батареи они разгоняются намного лучше чем при плотности 129 и 130 это мой проверено но всегда это можно перепроверить ребят парни как ребят парни проще друзья так произведу доливку воды и буду закидывать эти батареи на заряд чтобы сильно мир не растягивать ролик что-то нет у меня сегодня вдохновение язык заплетается как будто мухну ладненько давайте займусь доливочкой и продолжим дальше так ребята ну давайте будем вместе напрягать память значит в этот аккумулятор но и было залито по 200 миллилитров каждую банку кроме той банки в которую я долил электролит в этой банке плотно сейчас где-то порядка 129 воду я не стал подливать буду мониторить в процессе заряда если нужно будет то я обязательно далию так третья баночка вот это которую у нас 131 я долил 170 миллилитров 160 в этот аккумулятор было доли то по 50 миллилитров в каждую банку здесь по 200 миллилит по 200 а так 180 и 40 220 по 220 миллилитров в те банки которые были у нас сухие и в которых потность была 127 все-таки я сделал замер рефрактометром чтобы быть уверенным в том что какая-то из банок у нас не уху не ушла далеко-далеко так и в которых было по 126 было залито по 150 миллилитров по 150 наверно по 240 миллилитров 127 и по 180 миллилитров в те банки которые у нас чуть-чуть отставали в этот аккумулятор было залито также по 240 миллилитров в банке в которых 128 по 100 по 200 миллилитров в которых 127 и в эту банку в которой было 125 я долил 150 миллилитров так ну батарейка залитая сейчас дам полчасика отстояться и буду закидывать зарядный боксик сегодня раскидал все батареи практически еще стоят которые нужно отдать большие все ушли поэтому зарядный зарядный бокс свободен будем работать ну что друзья батарейки зарядном боксе выставил заряжать будем на 3 на 37 вымпелах напряжением 14 8 вольт и ток выставил 4 4 ампера эту часть я наверное сегодня буду заканчивать на сегодня достаточно и завтра будет финальная часть вот стоят наши батарейки подкрепляются и завтра будет финальная часть которой я сниму результаты так сказать чтобы это все было без монтажа онлайн режиме и как можно более наглядно вот они стоят здесь 41 вырезван ничего страшно в районе пяти процентов я точно до десятых долей не высчитываю батарейки старые возможно завтра буду балансировать вот эту пару эту пару возможно надо будет отбалансировать а эту пару я не вижу смысла балансировать батарейки с разных опер и балансировкой можно только навредить клиенту я конечно скажу что выскажу свое мнение по поводу этих батарей какое решение он примет это уже дело его ну что друзья на этом сегодняшняя часть будем считать что закончено всем добра удачи встретимся в финале нашей мыльной оперы